Итак, уважаемые коллеги, уважаемые наши потенциальные пациенты, хочу представить очень хорошего, благодарного, умного, перспективного пациента, перспективного и на снятие маски в том числе. Кустав Роман Сергеевич, расскажите, пожалуйста, как вы к нам попали, что вас к нам привело? Были проблемы с повышенным артериальным давлением, пытались выяснить причину в клинике Интесана, город Одесса. Сделали сонографию, но, в принципе, основной был момент, что медсестры слышали громкий храп, и это передали моему лечащему врачу, невропатологу Анталия Павловича Робини. И возник вопрос, что относительно того, что я страдаю от моего. Сделали сонографию и выявили, что да, действительно с этим проблема есть. Полисонография? Да. Кто-то говорил, давал рекомендации относительно удаления перегородки, корректировки. Мой лечащий врач, лор Безусов, порекомендовал Юрия Нестеровича, как высокого уровня профессионала в этой области, и заверил меня, что и хирургические вмешательства ничего не дадут, что это будет потеряное время, здоровье и деньги. В принципе, я долго не тянул, приехал в июне месяце в клинику Юрия Нестеровича. И мы здесь сделали тоже диагностику. Диагностику, в принципе, недолго думаю, я понял, что, в общем-то, есть повод, так скажем, принять решение и спать в маске. Вот, приобрел СИПАП. В общем-то, привыкание, вначале казалось немножко это как-то стрессово, спать в маске, в принципе, я молодой мужчина. Вот, но привыкание произошло буквально там за несколько дней, может быть, неделю. В принципе, сейчас за 9 месяцев спал каждый день, и даже днем если ложусь, то уже и одеваю. И, в принципе, через месяц, наоборот, я уже не представлял сон без маски. В силу чего? Восстановительные процессы организма чувствуются, что проходят более динамично. Сон лучше, качественный, глубже. Вот, не просыпаешься от храпа. То есть, домашние тоже не мучаются от храпа. Храпа нет вообще, когда спишь в маске. Давление как? Давление стало восстанавливаться. Быстро. Обменные процессы тоже улучшились. Вот, я занимаюсь активно спортом и, в общем-то, чувствую разницу. И в плане восстановления мышц после физических нагрузок. Также и нервная система. Потому что я занимаюсь, у меня достаточно крупный бизнес. Который сопряжен, так скажем, с напряжением нервов. Поэтому сон, как лучшее лекарство, в общем-то, стал восстанавливаться и улучшать мое общее состояние. Соответственно, и мое эффективность. Бизнес улучшился? Да. Несмотря ни на что. Да. Но я еще дам рекомендации, как в период ковида активизировать свой персонал. Может быть, даже прочитаем вебинар для ваших сотрудников, чтобы наладить сон. Эффективность повысится на 50-70%. Травматизм, аварийность снизится на 30-40%. То есть вы уже как лидер в своем предприятии должны заботиться о сне своих сотрудников. Тогда и прибыль, и бизнес, все будет удачно. Пока не стоит задача снимать аппарат. Сегодня мы проведем повторную полисомнографию, посмотрим. Но снимать, я думаю, вы пока еще сами не захотите. Пока не хочу. Килограммчиков еще 15 скинуть и покажете свою самую красивую фотографию. Я, честно говоря, думал, что это с глянцевого журнала с фитнес-центра. Очень хорошая фотография. Это наше новое направление бизнеса. Я сейчас строю фитнес-клуб. Это будет лучший фитнес-клуб города Одессы. Ух ты. Вам, Юрий Нестерович, пожалуйста. Бесплатные визиты. Спасибо. С вашими тренерами. Но, пожалуйста, учтите мои пожелания и рекомендации. Лучше всего тренироваться до 19-ти, наверное. Всегда. С 19-ти до 10-ти? Всегда. До 22-ти идет восстановительный момент. И тогда хорошая подготовка ко сну. Если тренироваться в 10-12 часов, не допускайте этого. Вы потеряете своих фитнес-тренеров через год. У меня... Все. Поняли, да? Да. Хорошо. Я потом... Я буду...